Меня зовут Максим. Артем. Мы расскажем про наш продукт, про Rambler Avia, как мы его делали, с чем столкнулись. Ну, в общем, попробуем как-то первый раз публично рассказать про этот проект. Первый слайд. В 2009 году, будучи стартапом, мы с Артемом решили сделать сайт по поиску авиабилетов. На тот момент на российском рынке таких продуктов не было. Мы посмотрели на западные аналоги, решили, что мы сейчас быстро в России сотворим что-нибудь подобное. Похожее на всех. Да, да, да. И вообще займем свою нишу и к приходу больших игроков уже оторвем какую-то долю рынка. Но, как водится, в какой-то момент любому стартапу все-таки нужны деньги и за этими деньгами мы пришли к Дмитрию Степанову, это и нынешний продуктовый директор объединенной компании Fischer Rambler. И пришли рассказывать про проект, просить денег. Ну, в общем, дальше. У нас состоялась череда разговоров, на которые мы много говорили про авиабилеты, про рынок авиабилетов. И в какой-то момент в последнем нашем разговоре Дима так нас оборвал и сказал следующее. Знаете, что-то я как-то про это все подумал, и мне кажется, что… Не хватит вам дифференциатора того, что вы будете первыми. Да. И что у вас нет никакой инновации в этом во всем. А без инновации мы не хотим это с вами делать. Поэтому идите и думайте. На мой вопрос, Дим, а какого рода инновация тебе нужна, он не ответил. Ну, знаешь, все делали компьютеры, Apple пошел и сделал iPod. Ну, представляете, услышать такой от человека, от которого ты расчищаешь, получишь деньги, это было ощущение, что всем спасибо, все свободно, можете расходиться. Мы пребывали долгое время в каком-то ступоре и думали, как вообще к этому подойти, как это сделать, как вообще люди придумывают продукты, как переосмысляют текущие продукты. И стали смотреть в историю, смотреть, что на самом деле это происходит постоянно и совсем. Довольно часто. Да, довольно часто. Вот этот первый пример. В начале 20 века человек посмотрел на то, как потребляется хлеб и придумал машину, которая вырезала и упаковывала. После этого появился, по сути, новый продукт, продукт в виде нарезного хлеба. Он стал пользоваться популярностью. В 90-х годах люди из Пиксара решили, что хватит делать мультики на бумаге, давайте их сделаем на компьютерах и переосмыслим вообще всю мультипликацию в мире. И такой из последних примеров тоже. Чисто в виде переосмысления продукта, смотреть на то, как потребляется, кофемашина с кучей кнопок и компания Nespresso, которая сделала кофемашину с одной кнопкой. То есть, по сути, просто загружаешь капсулу, нажимаешь, получаешь свою чашку кофе. То есть это чисто посмотрели, как потребляют и упростили людям жизнь. Ну, каждый раз, когда мы говорили на эти темы и рассматривали очень много продуктов, мы каждый раз задавали себе один и тот же вопрос. Как же они это делают? И в какой-то момент мы… Ближе микрофон держи. И мы бы хотели вам рассказать о трех… Ну, несколько примеров того, как это делаем мы сейчас. На примере Rambler Awee. Смотрели на потребление, ну, стали посмотреть, как люди выбирают билеты. Многие из нас знают, что в какой-то день лететь дешевле, чем в другой. Но ни один сервис не может ответить на вопрос. Ну, ты зайдешь, тебе скажут, когда дешевле. Мы прошли несколько этапов, когда дешевле. Как вообще можно ответить на этот вопрос? На самом деле нужно человеку дать возможность задавать гибкие даты. Мы посмотрели на все текущие сервисы по поиску авиабилетов и поняли, что удобно, легко и просто это делать нигде нельзя. Это всегда какая-то надстройка над сервисом, которая, ну, в принципе, ничего особого не дает человеку. Стали разбираться в технологиях, почему на самом деле ни один сервис не позволяет себе создавать эти гибкие даты. Ну, уперлось, как всегда, все в экономическую целесообразность. На рынке авиабилетов есть три больших игрока. Агрегатор, агентство и авиакомпания. И такой невидимый игрок в виде GDS, это глобальная система дистрибуции, это где на самом деле хранятся все билеты для выписки, даже билеты авиакомпаний. Когда мы с вами или любой пользователь приходит на сайт авиакомпании или агентство и задает запрос, то агентство посылает запрос в GDS и платит за это деньги. По сути, создание больших, широких запросов экономически невыгодно для агентства и авиакомпаний. Мы подумали… А что, если нам не задавать этих лишних запросов и просто попросить всех партнеров присылать нам все свои ответы на запросы, которые они обрабатывают у себя на сайтах. Таким образом, мы попросили их отдавать нам весь свой кэш. Мы накапливаем у себя эти ответы, что позволяет при создании гибких запросов… Не посылать все эти объемы запросов к партнерам и к GDS-ам, не увеличивая сильно нагрузку на агентов и авиакомпаний. Решив проблему технологически, мы поняли, что все, можем задавать гибкие запросы, это не несет нагрузку финансовую на агентства и авиакомпании. Следующий этап – это был мы столкнулись с интерфейсной проблемой, с календарем. То есть каждый из нас себе представляет календарь. Но здесь явно, когда ты говоришь о диапазонах, есть некоторая проблема. Это стыки недель, стыки месяцов, как их отображать, как задавать. В общем, не было текущих решений, которые позволяло это делать. Мы долго на это смотрели и поняли, что не вернувшись назад, мы не смогли бы ничего понять. Мы начали с самого банального. А что вообще такое время? Какое оно? Что это такое? И в каком виде его нужно представлять? Мы поняли, что время можно представлять линейно, потому что мы все время движемся изо дня в день, изо года в год по прямой. То есть вот эта структура, в принципе, навязанная структура. Кто-то когда-то придумал определенную схему, матрицу. И действительно машинам удобно ее обрабатывать. Мы подумали об этом, у нас родилась гипотеза, и мы сделали наш первый прототип ввода дат. Он был примерно вот такой. Мы накидали в него все, что мы хотели увидеть от календаря, но и получилось нечто довольно сложное для понимания, восприятия и так далее. Мы долго, тут начался самый сложный этап, мы поняли, что хотим отображать так, и дальше начали упрощать. Дальше начали упрощать, упрощали очень долго, очень мучительно. В какой-то момент мы пришли к такому варианту, и после длительного времени мы перед запуском пришли уже к такому варианту. Мы посчитали, что это лучший способ отображения и вывод гибких дат, в нем удобнее всего их задавать, и они у тебя всегда перед глазами, ты понимаешь плюс-минус, какой диапазон ты задал. Да, создав эти диапазоны, мы на самом деле сгенерировали себе следующую проблему, потому что человек и так, когда выбирает билеты в текущих сценариях, он смотрит одну дату, перезадает запрос, что-то выписывает, смотрит следующую дату. То есть большое количество запросов. Человек, который выписывает все даты… Ну, то есть, по сути, мы это называем у себя, что это пользовательские шорткаты. То есть это когда интерфейс не используется по назначению, а используется человеком так, как ему удобнее. При этом он в него вводит и оффлайновые инструменты. В этом случае это листик бумаги и ручка. Мы поняли, что это как-то довольно странно и неудобно, и мы подумали, что нам нужно придумать некое пространство, в которое человек мог бы отправлять понравившиеся ему варианты билетов, откладывать их в некую корзину и дальше уже сравнивать их наглядно между собой и покупать понравившиеся ему варианты. Да, то есть в нашем варианте, когда ты сдаешь гибкие даты, у тебя не только отличаются цены, а еще отличается количество дней, насколько ты едешь. То есть, в принципе, пространство выбора должно существовать. Ну, и мы по аналогии с интернет-магазинами, с магазинами сделали некую корзину, куда человек может откладывать и удобно для себя сравнивать эти билеты. Вообще, если поговорить об этом чуть шире и про то, что такое дифференциаторы, нам кажется, что самые сильные дифференциаторы продуктовые – это не только те, которые меняют какую-то одну вещь, например, решают какую-то пользовательскую просто задачу, которую еще никто не реализовал, но которые меняют буквально модель. Смотрите, мы думали от человека. Мы считали, что ему нужна возможность, вот мы увидели, что не хватает возможности легко выбирать гибкими датами авиабилета или примерными датами, как мы про это думали. Мы придумали технологию, которая позволяет решать эту задачу. Придумав эту технологию, мы смогли чуть-чуть изменить вообще модель взаимодействия агрегаторов, агентов, авиакомпаний и GDS. И при создании вообще продуктов это, наверное, самое интересное, что можно сделать – это поменять какую-то часть. Но, в принципе, по сути говоря, нет никаких идеальных рецептов того, как это можно делать. Каждый раз это сугубо индивидуально и уникально. Есть некий набор всяких разных инструментов, но это не гарантирует никакого успеха. Нам кажется, что единственное, что поможет создавать инновационные вещи, которые могли быть востребованы не только в России, но и везде, это если думать инновационно, думать не так, как все, думать, почему это сделано так, а можно ли сделать лучше, и вообще говорить про банальные вещи, зачем это надо. И, кажется, делая такие вещи, мы бы смогли все создавать очень крутые продукты. Спасибо. Да. Теперь вопросы какие-то, если есть. Доброе утро. Тимур Хайрульин, Яндекс.Москва. Я правильно понимаю, что вы за счет полноты ответа пользователю поступили с немножечко достоверностью? То есть вот был такой билет туда-то, куда-то, вы его закешировали, потом его купили, а в кэше он у вас до сих пор лежит. Правильно? Понятно. Да. Ну как бы и да, и нет. Логика кэширования сложная, да, то есть устаревание билетов. Мы все-таки пытаемся предугадывать, какой билет может устареть. Есть несколько формул, по которым это работает. Но да, процент ошибок есть, и человек, когда переходит, незначительный, он может получиться так, что у него цена изменилась. Но при этом мы это никак не скрываем. Мы пишем про это в пресс-релизах, что да, действительно, это не всегда гарантированно точно. Но если вы знаете очень хорошо рынок авиабилетов, то все знают, что нету никогда идеальной точности, потому что кэшируют GDS, кэшируют авиакомпании, кэшируют агенты, поэтому идеальной точности нет никого. Наша задача – это все просто снизить до… Наша точность сравнима с агентством, которое отправляет эти запросы в кэш. Вот, собственно, об этом я и хотел спросить. Как вы ее меряете и как вы выбираете баланс между достоверностью и полнотой? Ну, это все, на самом деле, на опыте. Мы смотрим, тестируем, как пользователи. Нет, это скорее так, что мы посмотрели на рынок, пользуясь тем, что мы уже создаем вторую нашу систему, мы примерно прикинули, что процент ошибок у агентств и у авиакомпаний в районе 5%. Два с половиной из них создают сами GDS, два с половиной из них создают агенты. Если мы будем держаться в этом же уровне, 5%, то мы будем приемлемым рынком. То это плюс-минус удовлетворительно. К сожалению, если посмотреть на это совсем широко, то вообще технологии GDS были придуманы в конце 60-х годов. Поэтому это какая-то такая вещь, которая с нами тянется. И, к сожалению, мы пока не можем… Ну, как бы построить свой GDS. Там требуется глобальное пересмотрение всего. Поэтому так вот. Я хочу, Дмитрий, OpenTeam, Томск. Скажите, вот идея с календарем, ее можно у вас украсть и использовать? Она уже в общем доступе. То есть это нормально, да? Скажем так. Спасибо за подарок человечеству. Спасибо. Просто мне кажется, вы один из тех людей, кто спросил. Много кто это уже сделал или не спросили нас об этом? Ну, если честно, если вообще развить эту мысль дальше, то, ну, как бы дизайн – это не есть дифференсатор сам по себе. Дизайн становится дифференсатором только в тот момент, когда у тебя появляется некая консистенция в продукты. То есть ты раз за разом выкатываешь вещи, которые охрененно работают, простите, и которые выглядят очень хорошо. И только в этот момент дифференсатором становится дизайн у компании и у продуктов. Конечная точка. Конечная какая-то точка. Поэтому берите календари. Для нас это просто комплимент и больше ничего. У меня такой странный вопрос. На данный момент существует еще несколько систем, у которых есть даты. Другие решения совсем по-другому сделаны. У меня вопрос такой. Вы пробовали сравнивать популярность с этими крупными системами? Ну, вроде Эвитеры хотя бы. Ну, как бы мы не являемся… Да, пользователи что лучше. Ну, смотрите, это как бы такая распространенная ошибка. Эвитеры – это агентство. Ну, понятно, да. Агентство, которое продает билеты. Мы ничего не продаем. Мы помогаем человеку выбрать. Эвитера является нашим клиентом, нашим заказчиком, партнером. Это человек, который поставляет нам свой кэш и которому мы отправляем людей покупать. Мы считаем, что у нас выбор шире. И что человек, когда приходит в агрегатор, он приходит именно посмотреть рынок, посмотреть у кого какие билеты. У Эвитера, у них не самые дешевые предложения. По каким-то направлениям. Нет, я больше спрашивал не про сами билеты и дешевость. Я спрашивал про системы, которые по-другому устроены по типу этих открытых дат. А у Эвитеры нет возможности задать гибкие даты. Почему там плюс-минус 3 дня это сделано? Это можно сделать только на результате поиска. И еще там есть какая-то штука типа… И это предлагает только один GDS. Это плюс-минус 3 дня. Это функционал GDS, который выгружает им эти… То есть те билеты, которые хранятся в других GDS, так сделать нельзя. И у них не по всем билетам это есть. Сергей, добрый… 1 апреля. После вашего доклада создается впечатление, что авиарамблер делали 2 человека. Нет, безусловно. Это наши какие-то идеи. У нас большая команда, которая помогала нам во всем. И вообще все это реализовала. Потому что от задумки до сделанного прошло 12 месяцев 10 или 12. И это большой труд нашей команды, которой мы очень благодарны. Ложкин Александр, электронный город. А на каком моменте вы договорились с рамблером о сотрудничестве? На моменте, когда мы предложили некий дифференсатор в виде гибких дат. И решение того, как это можно сделать. И в этот момент договоренность была достигнута. По сути, мы предложили идею, как это можно реализовать. И мы технологически еще не сделали. И в этот момент договоренность уже договорились. А там есть скриншот с этой картинкой, которую вы показывали? Какой? Какой? Какая была на момент договоренности? Нет. Ну типичный. Он был прям похож. Похож на то, что есть. Здравствуйте. Максим Дубльгис. У меня такой пользовательский вопрос по поводу вашего крутого календаря. Я, наверное, не узрел. Как на нем можно выбрать в одном интервале даты из разных месяцов? Сам по себе, если включить, сам по себе календарь… Пересечения месяцов видны. Самый большой… Там есть некая прокрутка, она просто не попала в скриншот. Сам по себе помещается несколько месяцов. И 90% запросов, они в рамках двух месяцов находятся на самом деле. То есть никто не летает на два, на три месяца. Это какой-то маленький процент пользы. Это самая специфика нашего рынка. Отлично. Мы рады. Плюс один у них. Собственно, упустил этот скриншот, по-моему, первый из трех, там был выбор месяца. Ну, вот это мы как раз и делаем. Мы упросили, не хотели. Смотрите, теперь все видите. Загружает зря. Могу чуть-чуть подробнее рассказать по поводу этого. Мы просто… Дом, ты можешь час рассказывать про это. Я могу, конечно, часами про это рассказывать, особенно про календарь. Да. Пожалуйста. Максим, компания Extens. А такой вопрос. А у вас можно выбрать, чтобы на неделю поехать? А когда улететь, когда прилететь, не так важно. Смотрите, у нас есть функция на сайте, называется «Когда дешевле». Вы просто указываете направление, это город или страна, и количество дней, и мы на шесть месяцев берем, и вперед говорим, когда дешевле лететь на эти пять-шесть дней. Причем там еще можно сказать, что ну а я хочу улететь там, например, только в четверг или в пятницу на семь дней, предположим, там в Париж. И он скажет на полгода вперед, когда это сделать. Это как раз все позволяет делать, именно кэширование. Без него это невозможно. Один запрос бы обрушил все. Да. Спасибо. Лев, предприниматель. У меня такой вопрос к вам. Вы когда… На проект какую команду вы набрали, кого, кто сейчас работает? Ну как вы организовываете работу? Команда у нас сейчас состоит из меня и Максима в виде продакт-менеджеров этого проекта. У нас есть продакт-менеджер и два программиста и один тестировщик. Вся команда. Павел, контекст-софт. У меня такой вопрос. Сколько авиаагентств с вами работает? Смотрите, с нами работает шесть агентств. Мы еще подключаем сейчас три или четыре в ближайшем квартале. Из авиакомпании мы работаем напрямую с Аэрофлотом. Сейчас выкатываем S7 и в конце второго, начале третьего квартала Трансайро. Таким образом мы покрываем российский рынок. Из западных авиакомпаний у нас точно будет в следующем квартале Air France, KLM. И еще, пока не могу сказать, но еще несколько крупных западных авиакомпаний. Спасибо. И еще один вопрос. Как вы работали с этими агентствами, чтобы они согласились сотрудничать с вами? То есть форма работы какая была мне интересна? Ты приходишь, рассказываешь про то, как… То есть только лично, да? Да. Конечно, да. То есть ты приходишь, рассказываешь про технологию, ты договариваешься, как они будут отгружать этот кэш, ты говоришь о том, что ты сэкономишь им порядка 30% запросов, по сути отрабатываешь их вторичный материал, который они уже за него заплатили. Ну это достаточно просто было продавать такую идею. Спасибо. Но при этом это только личное общение. Ну там с главными людьми. Доброе утро. Устеменко Александр Новосибирск. А можно ли реальную инновацию здесь какую-то сделать, отказаться от ГДСов, от агентств и как-то… Или это только Google доступно? Есть некоторый пример в Америке. Ну либо в Кулуар. Вот такая маленькая компания Google зовут. Вот они за 800 миллионов долларов купили систему, которая разрабатывает софт для авиакомпаний и так далее. Но, к сожалению, она очень хорошо работает по Америке, но она не работает по всему миру. То есть вот в этой инновации Google, купив эту компанию, он на американском рынке, он, скорее всего, американский рынок сломает. Сломает существование агентств. Он может сломать. Ну да, может сломать. То есть как бы у них есть для этого потенциал. Добрый день, Юрий, компания RetailServe из города Барнол. У меня такой вопрос. А финансовая составляющая между вашей компанией и агентствами по реализации билетов есть какая-то? То есть я скажу ни для кого не секрет. Вот там, например, плата телефонов сотовых. То есть есть поставщики, есть агенты, кто-то кому-то платит. Смотрите, на рынке как бы агрегаторов и вообще во всем этом рынке есть три некие модели, по которым можно работать. Первая модель – это cost per click, когда за каждый переведенного пользователя мы получаем какую-то комиссию. Ну, как бы такой AdWords. Вторая – это когда мы получаем процент с продаж. И третья схема, ну даже их четыре. Третья схема – это когда вам платят фикс за каждый проданный билет, там, предположим, сколько-то евро. И четвертая схема – это profit share. Это когда вы по результатам месяца садитесь и делите доходы между собой. Спасибо. Здравствуйте. Михаил Перпетумсов. Спасибо за доклад. Очень интересная система. И вот вопрос. Вы не планируете ее расширить? То есть продавать не только авиабилеты, но, например, там туристические путевки очень, я думаю, так бы пошли. И, соответственно, там система бронирования отелей и так далее. Движок-то хороший. Скажем так, на этом рынке, ну, скажем, ни для кого не секрет, что сейчас все лезут на этот рынок, да, ломятся, потому что высокая средняя сумма чека. Мы думаем об этом, вот, и когда будет технологически и какая-то вещь готова инновационно, то мы… Ну, в принципе, у нас как бы… И это на самом деле появилось, вот, наверное, в момент, когда афиша объединилась с Рамблером, что мы принципиально в Рамблере изменили подход к созданию продуктов и то, как мы про это думаем. То есть мы считаем, что нецелесообразно создавать продукт, просто забивая на нем какую-то сейчас нишу, потому что уже конкуренция слишком высокая. Если мы не придумаем какой-то крутой дифференциатор и не решим какую-то большую пользовательскую проблему, то мы просто этого делать не будем. Сергей Кемеров, удалось ли вам понять, как они это делают и как изобрели вот iPod? Конкретно как iPod нет, но мы поняли, что есть какой-то подход к этому. Первое – это смотреть, пытаться отвергнуть текущие шаблоны, но то, как это на самом деле происходит, и пытаться лезть глубже, смотреть, от чего-то отталкиваться. Я думаю, что здесь есть три каких-то момента. Первое – надо очень хорошо смотреть и копать свой рынок. Нужно его знать досконально. Нужно понимать все процессы и почему он работает так, а не так. Вторая какая-то вещь во всем этом – это когда вы начинаете уже, ну это скорее больше про интерфейс, думать про интерфейс, задумываетесь не только о том, что, ну, наверное, нам надо сделать так, потому что это сделано везде, а думайте о том, а почему они так это сделали. Почему так, почему, ну, вот, пример, почему календарь такой? Ну, как бы, есть же 800 миллионов вариантов того, как. Очень часто сделано так у всех, ну, там, по каким-то причинам. Очень часто связано с технологиями, что это какая-то такая вещь, она была придумана так, все говорят, ну, зачем-то, как бы, что-то менять, все же работает хорошо. Ну, то есть это какая-то вторая вещь. И третья вещь – смотрите очень много за людьми. Берите их и просто садитесь и спрашивайте, а как ты это делаешь? И смотрите, просто наблюдайте за ними. Это самый, ну, как бы, самый хороший источник информации. Но это не Silver Bullet. Не Silver Bullet, это, как бы, комплексная какая-то вещь. Игнатова Полина, Емин Джейн. Вот, вы знаете, вопрос такой, как пользователя. То есть календарь – это, конечно, хорошо, но как покупателя меня интересует, где дешевле. То есть вот такие вот сайты поискового подбора, они, в принципе, предлагают очень многие подбор оптимального пути. То есть, допустим, я говорю, я хочу уехать оттуда-туда дешевле, и поисковиком, движком предлагается набор вариантов с пересадками, допустим, в два дня, да, пересадка. То есть у вас как-то это реализовано с учетом вашего кэша, скида? Как-то это можно сделать? Да, там есть функционал, который позволяет все-таки найти, когда дешевле. Вот Тёма рассказал уже про то, что есть. Просто нажимаешь на кнопку и получаешь на 6 месяцев вперед. Тебе в каждом месяце будет самая дешевая цена на этот билет. Но на самом деле проблема не совсем так стоит. Люди выбирают. Это всегда какой-то выбор между ценой и удобством. То есть оптимальный путь для всех разный. Потому что кто-то хочет улетать вечером и лететь 8 часов ночью. Кто-то хочет улететь утром. И для всех это важно. То есть вопрос в том, что ты должен дать человеку возможность, чтобы он посмотрел текущие варианты, какие есть. И для себя вот это решение, оптимальный путь составил сам. Потому что технологически предложить оптимальный путь для человека невозможно. Потому что ты не можешь думать о том, что он на работу летит или он отдыхать едет на 3 дня. Но если он на работу летит, то ему там, не знаю, значит утром надо вылететь. Если человек после работы в пятницу хочет улететь, значит ему нужно отдохнуть, значит вечером надо вылететь. То есть мы предлагаем возможность выбора. И чтобы человек посмотрел, выбрал самый для себя дешевый, посмотрел, все-таки подходит он ему по другим параметрам или нет. Здравствуйте. Миша Иксаров, компания Сигнотек. Подскажите, пожалуйста, вы когда придумали свой дифференциатор с гибким поиском билетов, вы прогнозировали, какая часть от всех посетителей будет пользоваться именно этой функцией? И как это оправдалось или нет? Сейчас уже. Ну, каких-то точных цифр не могу называть. Могу сказать, что да, оправдалось. Она еще растет со временем. То есть мы говорим, ну как бы все-таки развивается рынок собственного туризма, когда люди сами стали покупать билеты, летать куда-то, отдыхать. И она постоянно, ну как бы вот эта доля людей, которые пользуются этими гибкими датами, даже в рамках нашего небольшого времени, когда у нас живет сервис, она постоянно растет. Прогноз, но как такового не было. Ну как бы в процентах мы для себя не написали, что у нас там 55 процентов будут пользоваться гибкими датами. Тут надо исходить из того, что это никто никогда никем не делалось в таком виде. Поэтому прогнозировать как бы процент попадания и все такое очень сложно. То есть мы сделали, у нас была некоторая гипотеза. Да, мы примерно прикинули. Почему мы вообще подумали, что это может работать? Это может работать, потому что в России очень узко, ну как бы узконаправленный рынок. Люди летают в одни и те же места и пул запросов, как в Америке, например, его просто нет. Потому что у нас есть с вами визовая проблема и так далее. То есть люди очень, в принципе, летают в одни и те же места. Поэтому для 80 процентов пользователей это все довольно хорошо покрывается. Опять же это анализ рынка. Здравствуйте, Алексей, компания Lovar. Я хотел предложить вам одну идею еще дополнительно. То есть на данный момент для того, чтобы узнать, куда в течение 6 месяцев можно слетать подешевле. Вернее, в какой момент можно слетать подешевле. Нужно заходить в ваш сервис и искать дополнительно. А часто бывают сезонные скидки всякие и так далее. То есть не планируете ли вы функцию подписки? То есть когда пользователь говорит, я хочу слетать в Петербург, допустим, за 5 тысяч рублей. И у вас эта подписка хранится. И если предоставится такая возможность для пользователя, ему придет оповещение. Ну как бы мы про это думаем. Могу очертить проблему в подписках. Вот, например, есть многие сервисы говорят, подпишись на направление и задай минимальную цену. Почти все люди задают такие цены, которых просто никогда не бывает. Ну там в Нью-Йорк за 5 тысяч рублей. И ждет весь год. И ждет ее. И на самом деле, ну как бы ты очень сильно пользователя этим демотивируешь. Он как бы ждет, ты ему ничего не говоришь. И он думает, ну значит ты плохо ищешь. Поэтому, чтобы сделать нормальную рассылку, ее нужно в некотором роде переосмыслить тоже. Матвеев Денис, Электронный город. Артем, Максим, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот бывают, например, групповые полеты. Допустим, вся семья решила сразу полететь. Каким образом у вас это рассчитывается? Насколько это удобно в интерфейсе? И особенно с учетом скидок. То есть, например, группа летит. Для разных людей разные скидки. И, соответственно, как это у вас реализовано? Спасибо. Смотрите, по поводу выбора пассажиров. Это, опять же, чуть-чуть вопрос про технологии. На самом деле, когда вы на первом шаге задаете количество пассажиров, система устроена так, что GDS вам подыщет. Вообще, ну как бы в самолете есть куча подклассов. Их там очень много. Это в рамках экономы даже есть. То есть экономы в нем там десяток подклассов с разной ценой. Да, экономы там с 7 или 8 подклассов. Значит, система вам пытается забукировать в одном подклассе два места. То есть, на самом деле, это невыгодно получается. Поэтому умные системы делают так. Они выдают цену на одного пользователя, а потом ты добиваешь второго. Таким образом, общая экономия может быть значительной. Марина Семехина, WebStudio 42, Кемерова. Уточните, пожалуйста, у вас вот этот календарь все-таки двухмесячный период по умолчанию рассматривает? Это зависит от размера экрана. Он просто идет полностью. Ну то есть, если у вас 27 дюймов, то вы видите больше двух. Если там 13, то это где-то полтора. А управлять можно границами, вот рассматривая интервалы? Да, да, да. Потому что, то есть, ну, максимум полгода, да, вы сказали? Нет, нет, нет. Полгода это мы знаем, когда минимальные цены на полгода. Вообще авиабилеты продаются на 300 с лишним дней вперед. Да, потому что если два месяца, то отпуск же очень часто, как планируется, исходя из стоимости. Нет, нет, возможности есть. Следующий вопрос. А есть ли какая-то настройка зависимости конечной даты от начальной? То есть, скажем, чтобы я каждый раз конечную не ползал, да, обратно. Я вот точно знаю, что я хочу взять отпуск там в течение ближайшего года в зависимости от ценной билеты. Вот я задаю только начальный интервал, а конечный подбирается, допустим, автоматически. Для этого у нас есть функция «когда дешевле», когда вы просто говорите, я хочу поехать на 7 дней отдыхать, и она вам сама скажет все. Вы там можете уточнить день вылета, и она вам скажет каждый месяц, вот когда делать. А потом вы уже переходите и можете уточнить. Понятно. И последний вопрос. А какие-то перспективы вот у усложнения настроек есть у этого календаря? Обратная связь с пользователем? Скажем так, усложнение у нас только происходит со стороны, ну, как бы, наших размышлений. Для пользователя все должно быть очень просто, очень удобно, и усложнение с точки зрения интерфейса никогда не должно быть. Мы всегда должны стремиться к максимальному упрощению его. Мы, наоборот, специально пытаемся избавиться от каких-то настроек, еще что-то пытаемся сделать максимально простым, но удовлетворяющим большинство пользовательских запросов. Тергей, электронный город. Я здесь. Вот такой вопрос. Если вкратце, то почему Рамблер, если более развернуто, рассматривался ли вариант, рассматривался ли вами вариант, когда вы пытались найти инвестора и остаться независимой компанией? И почему все-таки вошли в Рамблер? Да, рассматривался. Мы встречались не только с Рамблером. Было там N количество встреч по поиску денег. Рамблер нам понравился, наверное, людьми. То есть те люди, с которыми мы встречались, те люди, с которыми мы общались. Нам просто там понравилось. И то предложение, которое нам сделали, нас устроило. И в комплексе мы решили, что для нас… И в принципе мы просто поняли, что с этими людьми мы могли бы еще лучше сделать наш продукт. Нам понравилось то, как они про это думают. Им понравилось то, как мы про это думаем. И нам показалось, что мы вместе сделаем больше. То есть это еще приобретение опыта у людей. Друзья, я вижу ваши руки, но у нас регламент. Я думаю, с ребятами можно пообщаться в куларах. Они никуда не денутся. Всем спасибо.